Здравствуйте, у микрофона Владимир Сметанина. Напротив меня Павел Колпасчиков. Это руководитель торгово-производственного предприятия Станколес Трейд. Добрый день, Павел. Добрый день. И говорить мы, собственно, будем о деятельности предприятия, которое вы возглавляете. Накануне нашей беседы я заглянул на сайт trade43.ru и увидел и прочитал много слов, которые я обычно не использую в повседневной жизни. Садовые измельчители, ветоки травы, промышленные грануляторы для пилет и комбикорма, лента скребковые транспортеры, рубительные машины, молотковые дробилки, сушильные комплексы и так далее, и так далее. Но вот я уже таким образом прямо сейчас хочу привлечь внимание слушателей и ваших потенциальных клиентов, ваших потенциальных партнеров. Когда вы начали работать, почему именно эта отрасль, почему именно эта сфера деятельности, с чего начиналась и к чему пришли к данному моменту? Вообще, когда мне было 13-14 лет, я работал у отца на пилораме. По-моему, за 50 рублей в час. И основная моя задача была, это вынос горбуля, обязательно, из цеха, и опила. Это занимало просто уйму времени. Я на тот момент не понимал, зачем это нужно. Его скапливалось очень много, хотя у отца моего была такая небольшая лесопилка. А где это географически вообще было? Это находится Котельничка, Кировская область. Я не задумывался, наверное, в тот момент вообще о количестве отходов деревопереработки. Но на самом деле, таких предприятий много. Даже вот если взять Кировскую область, то их... В моем виду предприятия, где пилится лес, и отходы отходов очень много. Да, пилорамы, фанерное производство, их на самом деле вообще в Кировской области много. Отходов примерно 50% с лесопиления. А вообще, именно производство оборудования, оно началось с того, что я сначала привозил станки из Китая. Все по заказу, все то же самое оборудование для переработки отходов, для измельчения, для производства пилет-брикетов. Порыскав в интернете, потратив на это буквально, может, недели две, три, я нашел те же самые станки, что продают наши производители, по гораздо ниже ценам. И начал потихонечку возить под заказ, выставил самую минимальную цену, просто которая была на рынке. Ну, то есть, мысль-то была довольно-таки несложная, покупать подешевле, делать какую-то наценочку и здесь уже реализовывать. Вообще ничего сложного, да. Почему не пошло? Пресловутое китайское качество? Ну, скажем так, покупатели всегда требовали российского производства. Подсознательно, когда я говорил, что станки Китай, я не мог солгать, то есть, это обязательно у меня было, я всегда говорил, что станки китайские. Они говорили, нет, китайские мы покупать не будем, мы хотим российского производства. Я им объясняю, что Россия не производит такие станки. Они говорят, ну, мы будем искать. И вот это, конечно, у меня отложилось надолго, и тут я понял, что обязательно нужно развивать именно свое производство. Тогда же начался рост курс доллара. Как раз я в это время вез четырехсторонний станок из Китая. То есть, это 2014 год примерно, да? 2014-2015, да. Ну, все, мы помним, как он расхотнул тогда, да, очень сильно. Да, и вез станок для своих друзей, у меня там не было практически наценки. И вот, наверное, каждую неделю я им говорил, ребят, у меня все изменилось, цена выше. Они, конечно, на меня косо смотрели, но тем не менее. Кому понравится, конечно, да. Договаривались на одной цене, а получается другую, да. Станок мы все-таки привезли, он получился дороже. Сколько лет уже прошло, они и так вроде его и не запустили в работу, не знаю. А следующая мысль, меня познакомили с человеком, который занимался производством станков. У него были такие организации, они все были в долгах. Помещения были арендные, станков своих не было. То есть, все в аренде. Но я на тот момент этого не знал. То есть, я заразился вообще вот самой идеей производства. И мы начали потихонечку, я получил дополнительные такие небольшие инвестиции. Там где-то в районе 200 тысяч рублей. И мы сделали первые два станка. Они были настолько ужасные, что покупатели их сразу же вернули. Что это были за станки? Рубительные машины для производства щипы, щипорезы. Но тем не менее, мы поняли свои ошибки и начали производить более качественные, более приятные станки. И постепенно, постепенно, все, что я раньше возил с Китая, все, что я выставлял на своем сайте, все китайское оборудование, мы начали своими силами производить, проектировать и производить. А вот мне очень интересно еще подробностей сюда немножко добавить. Как вообще понять, какой станок необходим? Или вот ваш партнер этим занимался, да, в первую очередь? Нет, этим полностью. Он конструировал непосредственно вот эти все машины? Все, что нужно производить, говорил я. Для этого был сайт. В то время как раз я вложил в него немало денег. Сайт полностью нам подсказывал, что производить. Да, я находил какую-нибудь интересную модель просто в Китае для переработки древесины. То есть вы изучали вообще рынок, какие вообще есть механизмы? Мы выставляли, соответственно, это оборудование на сайт, и рынок уже сам показывал, что пользуется спросом, а что не пользуется. И что активно пользовалось спросом, мы начинали проектировать и производить. А вот тогда вот первые машины, произведенные вами, вы на кого ориентировались? На крупные какие-то организации? Сначала только на крупные. Сначала только на крупные, да, потому что это была специфика. Вообще изначально вот этих вот станков с Китая, это были большие барабанные рубительные машины для большого производства щипы. Соответственно, это были крупные организации деревоперерабатывающие, либо те организации, которые поставляют щипу для отопления. Судьба этих станков сейчас, кстати, известна, они работают, ваши первые собственные? Да, первые собственные станки работают, есть по ним, были замечания, конечно, да. Я думаю, что многое нуждалось до работ. Да, нам попался, кстати, очень тогда хороший клиент, вот именно мастер, который работает на этом станке, он нам подсказал очень много идей, и мы, конечно, все это сразу изменили. Количество ваших клиентов, оно растет на протяжении этих, ну что получается, 8 лет? Количество клиентов, а с 2013 года, наверное, увеличилось, ну, в несколько тысяч раз просто. А кто ваши клиенты? Откуда они? Из каких городов? Это ведь не только наша страна, вы ориентируетесь, да? Ну, это Россия, СНГ, но в основном это регионы Москва, Питер, Уральский регион, также Сибирь. В Кировской области покупают станков меньше, чем остальные регионы. А почему? Это связано с тем, что наши производители древесины, они еще не так, собственно, сосредоточены вот на этой проблеме переработки отходов. Почему, на ваш взгляд, это происходит? Мне кажется, экономят. Экономят? Да. Ну, возможно, когда-то и к этому тоже они придут и очень серьезно задумаются над тем, чтобы и отходы из них тоже получить. Ну, в 2022 году Государственная Дума подготовила закон об обязательной переработке отходов, то есть сейчас их нельзя сжигать, нельзя захоронять, поэтому придется всем это делать. Делайте выставку еще и, я смотрю, на производство пеллет и брикетов. Можно поподробнее об этом? Да, у нас имеется целая технологическая линия для производства пеллет и брикетов. Давайте напомним, что это вообще такое для людей, которые, возможно, еще не слышали пеллет и брикет. Ну, на сегодняшний день, я считаю, пеллет и брикет это альтернатива газу, природного газа, потому что природный газ, как нам обещают, он должен быть везде. На самом деле он заполнен, мне кажется, только процентов на 50. Ну, всем известно, что Кировская область, она довольно-таки отстает в планах газификации. Очень отстает, мы это прекрасно понимаем. С другими регионами приволжья, да. Цены, в принципе, растут на все, но как раз пеллет и брикет это у нас продукт отхода дерева переработки, и поэтому тут цену можно держать минимальную. Хотя, вообще, в принципе, цены на пиломатериалы растут, на рынке пеллет и брикетов цена выросла не сильно. Если сравнивать даже, например, с 2017-2018 годом, то цена там выросла всего, наверное, процентов на 20, если сравнивать с ценами на пиломатериал. А можно дилетантский вопрос задам? Чем отличаются пеллеты от брикетов? Я никогда об этом не задумался. Пеллеты – это маленькие древесные уплотнения. Они сделаны для того, чтобы их удобно было подавать шнекам в сам качел. Пеллеты – это гранулы, да? Да, 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 все верно. Это гранулы, мы их подаем в большой бункер, накапливаем в большом бункере, соответственно, они потом через шнек подаются у нас для отопления. Температура падает, шнек включается, подает. Новую партию. Да, то есть мы, загрузив бункер, мы можем, в принципе, отапливаться от 3 до 4 дней на полном загруженном бункере. Ага, ну, при наличии, да, что партия определенная есть. А брикеты? Брикеты я тут, пожалуй, знаю, потому что, приезжая к родственникам, они живут в своем частном доме, они как раз вот покупают брикеты. Небольшие кирпичики такие. Да, да, все верно. Брикеты. Также используются у нас обожженные брикеты для шашлыков. И всего прочего. Кстати, очень хороший продукт, намного лучше, чем березовый уголь. Замена углю, да? В разы, в разы. То есть его хватает намного дольше, в несколько, в два точно раза. Так, и мне уже интересно спросить, а что в ассортименте станка «Лестрейд» есть вот для такого кустарного, небольшого производства пилетов и брикетов? Либо это какие-то уже большие установки, где в промышленных масштабах это все будет выпускаться? Мы очень часто, кстати, сталкиваемся с тем вопросом. Нам звонят люди вообще по всей России и просят для нас станок, который может в своих домашних условиях сделать... Вот-вот я о том же, да. Как ответственный домохозяин, как семьянин, я хочу знать, а действительно могу ли я в каких-то мелких партиях изготавливать это дело? Нет. Нет? К сожалению, нет. Это все линии больших объемов и с минимальной производительностью от 500 кг в час. Ух ты! Меньше просто делать нерентабельно, потому что процесс изготовления пилет, он включает в себя обязательное измельчение древесины, обязательную сушку древесины и обязательно потом охлаждение полученного продукта. Самое выгодное приобретение вот таких линий, это для деревоперерабатывающих производств, для фанерных производств, но также покупают клиенты, которые в принципе закупают этот опил. То есть они его закупают за определенную сумму денег. А, ну вот, собственно, да, у меня мысль-то сразу, почему бы мне не договориться с какой-нибудь лесопилкой, не закупать у нее опилы, те отходы, и уже из них делать эти пилеты-брикеты. Ну, вообще раньше так и было. Где-то примерно 14-15-16-й год все, которые пилетное производство имелись у нас в стране, они большинство сырья получали почти даром. Сейчас деревопереработчики поняли это, опила стало мало, повысился на него спрос, и, соответственно, уже цена даже на опил стала повышаться. 500 кг в час эта установка, она включает в себя рубительную машину, аэродинамическую сушилку и колонну охлаждения, также гранулятор для производства пилет. Все остальные линии уже идут тонны в час, 2 тонны в час, ну и так далее. Ну, это уже действительно большие уже объемы такие. И насколько активно приобретают ваши клиенты? Спрос на них вообще очень высокий. Да, спрос высокий, но так как у нас цена часто очень поднимается, учитывая даже этот год, рост цены на металл, рост цены на электропродукции, увеличился срок реализации этого оборудования, то есть время сделки. Потому что клиент уже тут более тщательно принимает решения, для этого ему нужно дополнительное время, ну и, соответственно, если у кого-то не хватает финансов, например, заемные средства, также через лизинг, либо через банки. Как известно, наш регион, наш город отличается большим количеством садоводов, которые имеют свой приусадебный участок, выезжают из города, возделывают, садятся для души, для себя, для семьи, для того, чтобы экономить на покупке овощей. Что вы можете предложить для таких людей? Для дачников и садоводов у нас есть очень хороший продукт. Это наш садовый измельчитель древесины. У нас есть различные модификации на 220 вольт, на 380, ну и бензиновые. Цена у него начинается от 35 тысяч рублей. Любой участок, любая древесина, все, что есть, различные ветки, кустарники, все можно измельчить. А измельченную массу уже куда потом? Измельченную массу мы можем использовать как непосредственно для украшения территории. Кстати, щепу, если ее покрасить в разные цвета, получается очень красиво использовать. Ну, это вы уже в плане совета такого даете. Нет, я прекрасно понимаю, что измельченные ветки, доски и так далее, там можно использовать, это то же самое удобрение, это все перегнивает гораздо быстрее. Да, все верно. В том же отоплении. Да, эти ветки, они не валяются по участку, не захламляют, не загрязняют территорию, в общем, не портят эстетический вид. Также у нас есть измельчитель травы, сырой травы, сухой травы. А как вы поняли вообще, мне-то как у производителя вас интересно услышать, как вы поняли вообще потребность в том, что это надо делать, эти установки производить? Сложно сказать, а эта идея, наверное, родилась у нас в целом в компании. Я даже не могу сказать, что это моя идея. Этот продукт, он появился из-за спроса. Люди требовали непромышленный станок. Звонили обычные дачники, там, садоводы, они требовали станок, который будет работать от сети 220 вольт, от обычной розетки. От обычной, да. Либо маленький бензиновый двигатель, который потребляет немного, ну, для своего садового участка. Конечно, мы выпустили такой станок, у нас он получился большой, мощный, но всем нравится. Ну, и еще, кроме дачников и садоводов, ведь такие вещи, такие установки, они востребованы сейчас и в городе, в городской среде. По моим ощущениям, у нас сейчас растет предложение на рынке вот этих услуг, когда приедем, спилим, переработаем и так далее. Да, этот рынок, кстати, очень сильно растет, развивается. Там требуются станки уже европейского качества, прям такие модифицированные на гусеничном ходу. Те, которые в работе неприхотливы. Мы также можем предложить аналогичные станки, ничем не уступающие европейским аналогам. Я напоминаю, что мы беседуем с руководителем торгово-производственного предприятия Станколес Трейд, Павлом Колпачиковым. Понимаю, что довольно большая конкуренция на рынке производителей вот такого оборудования. И закономерен вопрос здесь, Павел, а почему выгоднее с вами сотрудничать? Чем выгодно отличается ваша компания? А если брать чисто сегмент производителей, а не торговых организаций, то тут конкуренция невысокая. Производителей вообще очень мало. Именно качественных производителей, которые производят очень качественный, надежный продукт. Гаражников много, но гаражник они сегодня есть, завтра нет. Гаражники мы имеем в виду вот кустари, да? Да, которые собери щепарить своими руками. Да, там что-нибудь, сделать такой станок из швеллера, из лестницы, из различных... Из остатков какой-то? Да. Жести, металла? Из гаража я сделаю станок, ну вот все в таком роде. Таких, конечно, наверное, много, но сейчас Авито стало платным, и их стало меньше. И поэтому то, что мы производители, конечно, это самое главное наше преимущество, потому что мы оказываем вообще полную гарантию, если у клиента что-то вышло из строя, если это небольшое оборудование, мы организуем доставку за свой счет до нас, все ремонтируем за свой счет, и также отправляем обратно клиенту за свой счет. Я вас прекрасно понимаю, в общем-то, ставя себя на место клиента компании Станколес Трейд, было бы намного удобнее, качественнее общаться непосредственно с производителем, нежели чем с посредником, с дилером, да, продавцом только лишь. Дилер не окажет тебе достойную гарантию, он будет затягивать сроки различными способами, а вы будете ждать комплектующих очень долго, месяц-два, ниоткуда они будут плыть, из Китая, из Европы, без разницы. Возможно, как-то попытается заработать на вас, что-то вам дополнительное еще, да, может быть? Обязательно, обязательно. Я сам вообще, в принципе, работал с Китаем, я знаю, сколько там торговые организации просто зарабатывают, там работы по факту вообще нет. Так, если дальше еще о преимуществах говорить. Все комплектующие, из которых собирается наше оборудование, они всегда у нас есть на складе, либо имеют вообще минимальные сроки доставки. У нас надежные российские поставщики. Мы не пытаемся заказать, привезти комплектующие из Европы, из Китая. Мы стараемся найти надежных поставщиков именно в России. И при этом стараемся сделать минимальный срок поставки этих комплектующих. Одно из самых главных тоже наших преимуществ. То есть, логистические моменты вы тоже продумываете? Да, конечно, обязательно. Как можно быстрее, как можно удобнее доставить клиенту необходимую деталь? Наше оборудование, оно для зарабатывания денег. Поэтому срок тут имеет значение. Любое затягивание времени, это ни к чему хорошему не приводит. Что касается гарантии на производимое вами оборудование? Сейчас у нас гарантия составляет 2 года. А немаловажный, кстати, вопрос, как контроль качества осуществляется? С самого начала, с самого начального этапа производства деталей и сборки станка у нас на каждом этапе есть ответственный сотрудник. И поэтому на выходе мы имеем уже, в принципе, качественный продукт. Я думаю, что к числу преимуществ компании Станколес Трейд относятся и те люди, которые с вами работают. Действительно специалисты своего дела. Расскажите поподробнее. На данный момент у нас отличные специалисты, которые знают свое дело и выполняют все очень грамотно и качественно. Токаря, фрезеровщики, сварщики, плазморезщики, электрики, офисные сотрудники. Недостаток ощущаете в какой-то, возможно, специализации? Ощущаем в конструкторском отделе. Нам не хватает именно грамотных инженеров-конструкторов, которые широко мыслят в своей специальности. Не только узкое направление, вот заводское. Они сидят там 5 лет одну прокладку, грубо говоря, чертят. А чтобы они могли производить оборудование полностью, целиком. Начиная с самой маленькой детали, заканчивая всем станком и в конечном итоге линии. Я понимаю, что это высокие требования, но рынок не стоит на месте. И нам нужно совершенствоваться. Надо уходить от старой советской модели, когда мы набираем очень много сотрудников для каждой маленькой непонятной работы. Заканчивается 2021 год. Я понимаю, читаю и слушаю, вижу многих бизнесменов, которые жалуются на то, каким было тяжело в выходящем году. А вы, Павел, по итогам этого года почувствовали серьезное ухудшение своих позиций? Или все-таки удалось сохранить достигнутые позиции и, может быть, даже шагнуть вперед? Ну, вообще, в принципе, год был непростой. Особенно сказался, конечно, рост цены на металл, на остальные комплектующие. Нам пришлось очень сильно корректировать цены. Конечно, рынок на это реагировал очень плохо. Покупатели, соответственно, наши реагировали тоже очень плохо. Когда вы покупаете за более высокую цену, вы не можете продавать по той же цене, что было вчера. Мы старались крутить везде, где это возможно. Чтобы именно это процентное соотношение роста цены на металл комплектующий не сказалось в таком же процентном соотношении роста цены на наше оборудование. Делали все максимально возможное. Цены выросли, но мы постарались это сделать менее болезненно. И поэтому сохранили очень хорошие темпы и также нарастили темпы по производительности. Стали выпускать больше. Также мы в 2021 году увеличили зарплаты рабочей специальности, токарям, фрезеровщикам. В следующем году также будем планировать увеличение зарплат. Мощность и производственные компании «Станкалия Стрейд», они полностью загружены? Максимально загружены. Максимально, да. Мы никогда не стоим. Заключенные договоры, контракты, это все в действии. Ну, альтернативные планы уж, я не знаю, как руководитель, наверняка есть какие-то у вас в голове, если ситуация еще будет ухудшаться. Нет, мы всегда с оптимизмом смотрим. Или с оптимизмом все равно смотрим. Всегда мы с оптимизмом смотрим будущее. И я думаю, что вообще, в принципе, настоящий бизнесмен, он всегда должен быть готов ко всем преградам, ко всем проблемам, которые могут возникнуть. И вообще не важно, в какой он стране находится. Давайте еще раз подчеркнем на организации, какого масштаба вы вообще рассчитаны. То есть мы поговорили о садоводах и обычных дачниках, физических лицах. И вы можете удовлетворить требования абсолютно каких-то больших производственных организаций. Да, совершенно верно. У нас есть бытовые садовые станки для дачников, для садоводов, для владельцев приусадебных участков, для измельчения веток, кустарников, травы. Также у нас есть оборудование для производства щипы, для копчения топливной щипы, технологической щипы, небольшие станки. Есть крупные станки для большого объема щипы. Это от 3 до 5 тонн в час и, соответственно, выше. И также мы производим технологические линии для производства пилет, брикетов. Это уже производительность у нас идет от 500 до тонны в час и выше. А, кстати, индивидуальные какие-то пожелания, насколько вам часто приходится учитывать? Ну, вот заказчик, например, вот все хорошо, ребята, говорит, но вот какая-то мелочевка, которая не устраивает. Можно доработать? Возникают такие ситуации? Да, конечно. Вообще 60-50-60% наших заказов – это индивидуальные заказы. Мы всегда что-то дорабатываем. Работы такое очень много. Поэтому каждый год мы стараемся увеличить штат конструкторского отдела. Ищем крамотных инженеров-конструкторов. Ну, еще раз напомню, сайт «Станколес Трейд» – это trade43.ru. Сайт очень удобный, информативный, подробно рассказан и показан во всей продукции. Также можно позвонить на бесплатный номер 8 800 250 55 98. Спасибо. На этом завершаем нашу беседу. Павел Колопащиков, руководитель торгово-производственного предприятия «Станколес Трейдс». С наступающим Новым годом и успехов в Новом году. Спасибо. Вас тоже с наступающим.